Доклад Глубоко уважаемые коллеги, разрешите поделиться небольшим нашим пока еще опытом по преподаванию доказательной медицины на кафедре эпидемиологии Казанского медицинского университета. Структура и содержание современной эпидемиологии, особенно в нашей стране, существенно отличается от эпидемиологии, которую мы наблюдали в 20 веке. Есть несколько десятилетий назад эпидемиология ассоциировалась только с инфекционными заболеваниями, воспринималась как дисциплина, которая занимается ликвидацией вспышек, организацией каких-то профилактических, противоэпидемических мероприятий, касающихся только инфекционных заболеваний. В настоящее время очень бурно развиваются полноправные компоненты этой дисциплины, как эпидемиология неинфекционных болезней и новый раздел клинической эпидемиологии – основы доказательной медицины. В настоящее время эпидемиология рассматривается как диагностическая дисциплина общественного здравоохранения и на основании результатов эпидемиологических исследований принимаются управленческие решения в сфере общественного здоровья, направленные на сохранение здоровья населения. Это касается не столько инфекционных заболеваний, даже сколько неинфекционных заболеваний и, безусловно, роль эпидемиологических исследований даже в такой сфере, как исследования профессиональных заболеваний, травм на производстве, травм на транспорте и заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды. Совсем новым разделом эпидемиологии является клиническая эпидемиология, которая появилась в конце XX века в связи с тем, что стало проводиться большое количество клинических исследований и появилась необходимость выработки какого-то кодекса для проведения этих исследований. В настоящее время клиническая эпидемиология представляет собой раздел современной эпидемиологии, который включает в себя методологию получения в эпидемиологических исследованиях научно обоснованной и доказательной информации о закономерностях клинических проявлений болезни, методах диагностики, лечения и профилактики для принятия оптимального клинического решения в отношении конкретного пациента. То есть как раз таки клиника эпидемиологический подход получается лежит в основе доказательной медицины, поскольку именно эпидемиологические исследования в состоянии обеспечить достоверной информации клиницистов для принятия решения в отношении тактики ведения данного пациента в данной клинической ситуации. Поэтому клиническая эпидемиология обеспечивает методологию, является методологической основой доказательной медицины. И не случайно первые учебники по доказательной медицине выглядели таким образом. То есть клиническая эпидемиология – основа доказательной медицины. По сути, это вещи, которые мы не можем друг от друга отделить. И на сегодняшний день, в связи с тем, что времена изменились, мы являемся свидетелями изменения парадигмы преподавания эпидемиологии. И при преподавании эпидемиологии перед нами ставится задача позволить студентам освоить теоретические основы клинической эпидемиологии и принципы применения результатов эпидемиологических исследований для принятия эпидемиологически обоснованных решений по диагностике, лечению, прогнозу и по профилактике заболеваний, основанных на принципах доказательной медицины. И вот даже могу сказать, что в этом году наша кафедра в связи с свелением времени была переименована в кафедру эпидемиологии и доказательной медицины. На кафедре мы преподаем на разных ступенях высшего образования. У нас есть и студенты, есть и последипломное образование, но сегодня за недостатком времени я остановлюсь только, скажу несколько слов о том, как мы преподаем доказательную медицину студентам. Значит, у нас занимаются все факультеты, преподаем эпидемиологи всем факультетам, кроме фармацевтического факультета. Ну, значит, лечебный факультет, лечебный, педиатрический, стоматологический у нас представлено весьма скромно по количеству часов, и поэтому мы не можем как бы там развернуться так, как нам бы хотелось с преподаванием клинической эпидемиологии. И даем мы крайне ограниченные, читаем мы фактически три лекции по доказательной медицине и рассматриваем основы доказательной медицины на одном занятии. Более интересно нам заниматься с медико-профилактическим факультетом, поскольку им выделено аж 15 кредитов на освоение эпидемиологии. Из них мы можем выделить довольно существенную часть на преподавание именно клинической эпидемиологии и доказательной медицины, которые включают и аудиторную работу, и самостоятельную работу студентов. И кроме этого, для медико-профилактического факультета у нас предусмотрен также курс по выбору, который называется также доказательная медицина. И, ну, как бы это хорошо, потому что это необходимо для медико-профилактического факультета. Также, да, несомненно, что знание по доказательной медицине необходимо врачам, клиницистам, но выпускники медико-профилактического факультета также в этих знаниях, навыках нуждаются, потому что спектр направления профессиональной деятельности в области эпидемиологии, он серьезно изменился. И на сегодняшний день выпускники наши работают в самых разных учреждениях, которые занимаются и медицинской деятельностью, и лечебной деятельностью, и профилактической деятельностью. И, соответственно, выпускники должны обладать всеми компетенциями, которые необходимы для работы в этих учреждениях. И более того, они должны быть готовы не только к проведению рутинных эпидемиологических, но и к проведению научных исследований. Здесь представлена выдержка фактически из рабочей программы, последняя, которая разработана по ВГУС-3, выделен здесь блок, который касается клинической эпидемиологии и доказательной медицины. У нас есть два модуля. Первый модуль касается видов исследования, и второй модуль касается оценки эффективности и безопасности диагностических скрининговых тестов и работы с базами данными и с поиском доказательной информации. На медико-профилактическом факультете эти занятия проводятся на пятом курсе в осеннем семестре. Мы читаем пять лекций и проводим шесть занятий по 36 часов. И, значит, занятия проводятся как в рамках аудиторной работы, так и в рамках самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов строится на решении обсуждений ситуационных задач. Создан у нас также курс дистанционного обучения на платформе Moodle на образовательном портале Медуниверситета. Дается также задание по работе с базами данных, связанное с поиском статей по заданной теме для составления систематического обзора. И часть студентов представляет также доклады по результатам своей проведенной работы на студенческую конференцию. Курс дистанционного обучения построен в традиционном плане. Я покажу некоторые выдержки. Просто есть такая вводная часть, которая включает цели, задачи. Есть информационный блок, который дает информацию по данной теме. Есть довольно большой набор ситуационных задач и тестов. И блок дистанционного обучения содержит также список литературы, обязательной литературы, дополнительной литературы и перечень интернет-ресурсов, которые могут быть использованы для освоения данной темы. И что касается вот этого занятия, двух последних занятий, да, это работа с базами данных, с поиском доказательной информации, составления систематического обзора. В чем они заключаются? Это два занятия. На первом задании преподаватель, значит, дается студенту следующее задание. Во-первых, необходимо сформулировать или выбрать из предложенного списка научный вопрос. И вместе с преподавателем анализируется этот вопрос по формуле ПИКОС, там общеизвестная формула. Далее, определяются совместно с преподавателем критерии включения исследования в этот систематический обзор. Следующее задание дает студентам в базе данных Медлайн найти исследования, отвечающие критериям включения, которые были разработаны совместно с преподавателем. Изучить характеристики каждого включенного исследования и оценить его методологическое качество. И на следующий день, после того, как студенты поработают по этому заданию, опять же, под руководством преподавателей на занятия совместно обсуждаются статьи, которые они нашли. И студенты объясняют, почему они взяли эти статьи, почему эти не взяли и так далее. Здесь представлены, например, примеры научных вопросов, которые могут быть предложены для попытки составления систематического обзора. Учебниками мы в основном пользуемся БРИКО. Первый мед. университет так серьезно занимается продвиганием этого направления, доказательной медицины. Есть хорошие учебники и руководство для преподавателей под редакцией Николая Ивановича БРИКО. И довольно большой набор электронных ресурсов предлагает наша библиотека Казанского медицинского университета. И кроме этого, у нас на кафедре проводится факультатив по доказательной медицине, который проводится раз в две недели, в течение двух с половиной часов. Он проводится для студентов всех факультетов. Каждое занятие факультатива подразделено на две половинки. В первой части обсуждаются результаты самостоятельной работы, опять же, по работе с базами данных, составлении систематических обзоров. И вторая половина посвящена просто освоению каких-то классических методов описательной и аналитической эпидемиологии. В качестве примера работы студентов, я покажу буквально несколько слайдов. Эта работа была вообще представлена как в качестве стендового доклада на данной конференции. Студенты в прошлом году сделали у нас такой систематический обзор на студенты, занимающиеся на факультативе, который назывался «Эффективный скрининг рака толстой кишки. Тест на скрытую кровь». Анализировались большое количество статей, использовались разные базы данных, были разработаны критерии отбора. И, значит, было проанализировано студентами большое количество статей. И в конечном итоге проведен мета-анализ 19 статей. И получили такие серьезные результаты, красивые достаточно результаты, которые даже были представлены в Москве на Олимпиаде по эпидемиологии. И получили вот такие выводы. Например, в этом обзоре студенты, что наибольшая валидность продемонстрирована при использовании монохимического теста для скрининга рака толстой кишки. То есть студенты вполне в состоянии, если их научить, они в состоянии сделать даже систематический обзор. И в заключение мне хотелось бы сказать, во-первых, о проблемах, которые стали нам видны в течение где-то полутора лет преподавания доказательной медицины. Во-первых, у нас ограничен доступ к интернету. Нам хотелось бы иметь интернет-класс, где каждый компьютер был бы подключен к интернету, чтобы мы прямо в аудиторию могли с студентами выходить в базы данных и выбирать оттуда нужную нам информацию. Вторая проблема – это языковая проблема. Очень небольшое количество исследований. Имеется результатов оригинальных исследований опубликовано, которые отвечают требованиям доказательной медицины, и, соответственно, которые отвечают критериям отбора. Имеется небольшое количество статей на русском языке. И параллельно имеется небольшое количество студентов, которые владеют английским языком. Недостаточная на сегодняшний день методическая обеспеченность дисциплины, но мы над этим работаем. Недостаточное количество часов на преподавание эпидемиологии на лечебном и педиатрическом факультетах. И основная, может быть, одна из важных проблем – это консерватизм многих врачей, неприятие доказательной медицины. То есть многие врачи, с которыми студенты общаются, тоже в процессе своего обучения, которые оказывают влияние на формирование их мировоззрения. Они говорят, мы без вашей доказательной медицины жили, там работали 30 лет и дальше до пенсии доработаем. И, значит, что еще мне бы хотелось сказать, что нам стало понятно, что студенты – контингент наиболее такой благодарный, наиболее легко обучаемый вопросом доказательной медицины. Нам казалось, что будет трудно обучать студентов, мне приходилось учить аспирантов. Вот я могу сказать, что студенты учатся с гораздо большим удовольствием и значительно легче все понимают и воспринимают, чем более старшие поколения, даже если сравнивать с аспирантами. Значит, обратила еще внимание обилие инструментов преподавания, очень много различных возможностей методически, что делает эти занятия нескучными для студентов и для преподавателей, позволяет разнообразить процесс преподавания. У нас сложилось впечатление, что наиболее эффективной и интересной является самостоятельная работа, вот то, что студенты выполняют самостоятельно, они лучше запоминают, и это им интереснее значительно. И еще я считаю, что мы считаем, что преподавание основ доказательной медицины в доступной, конечно же, форме должно начинаться раньше, не на пятом, не на шестом курсе, а должно начинаться тогда, когда студенты начинают преподавать пропедавистические дисциплины, потому что, во-первых, чем моложе человек, тем лучше он воспринимает эту информацию, практик показывает. А во-вторых, все обучение, как мне кажется, в медицинском университете, оно должно строиться на канонах доказательной медицины. То есть это должно, ну, как бы, даваться как религия какая-то, да, вот как методология, потому что это необходимо для формирования, вот, извиняюсь за клише, да, для формирования научного мировоззрения, для формирования способности студента мыслить, критически оценивать получаемую им информацию. То есть студент с самого начала обучения в университете должен знать, что медицина может быть только доказательной, что недоказательной медицины не может быть, что это не медицина, а знахарство. Благодарю вас за внимание.